МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами всем и к этому часу Динара Саду. Здравствуйте. В адрес главы государства в связи с вступлением в должность президента продолжают поступать поздравления. Испанский король Филиппе прислал Касымжумарту Токаеву телеграмму, в которой выразил теплые пожелания. Поздравления также направили король Саудовской Аравии Салманбел Абдул-Азиз Аль-Сауд, президент Турции Реджептей Пердаган, госсекретарь США Майк Помпео, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Японии Сиен Зуабе, президент Афганистана Мухаммад Ашрафгани и высшие руководители Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Кроме того, поздравительные телеграммы направили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гуре. Он пожелал Токаеву успехов и подчеркнул, что ОСР будет оказывать поддержку Казахстану в осуществлении дальнейших экономических реформ и достижении социального прогресса. Срочно решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в городе Ленгера поручила президент Казахстана премьер-министру страны и Акиму Туркестанской области. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта Касымжумарта Токаева. Напомню, история с аварийным домом в городке на юге страны, в котором проживают несколько семей, обсуждалась в сети. Сбой в электронной системе мог стать причиной крушения военного вертолета в Казалардинской области. Так считают ветераны авиации, у которых опыт использования подобной техники составляет не один десяток лет. По словам полковника в отставке Таньяра Шарипова, вертолет Ми-8 всегда считался одним из самых надежных в эксплуатации. Перед каждым вылетом воздушное судно тщательно проверяется и все это оформляется документально, говорит ветеран. Исключает он и возможность влияния погодных условий. Предполагаю, я так возможно непреднамеренный отказ от авиационной техники. Вертолет эксплуатируется давно. По данным Министерства обороны прошел в 2014 году капремонт на 405-м заводе, где тоже качественно делают ремонт. До 2022 года гарантийные сроки эксплуатации. И по налету, ресурс по налету, он налетал менее половины. Условия были не очень сложные. Они шли группой с интервалом 5-10 минут. Три вертолета дошли, выполнили задачу. Больше 30 предписаний на устранение нарушений, выданные работодателям Западно-Казахстанской области. За прошлый год на производствах региона пострадали 56 человек, семеро погибли. За три месяца этого года зарегистрированы 14 подобных происшествий, причем в 40% случаев доказана вина работодателей. Больше всего ЧП приходится на строительную отрасль. Причиной неосторожность работников, плохая организация производства, несоблюдение техники безопасности. Известно, что профильным ведомствам нынешний год объявлен годом охраны труда. Специалисты региональной инспекции намерены добиться снижения травматизма. Будут повышены требования к работодателям по обеспечению безопасности рабочих. Мы, прежде всего, сейчас хотели проблему поднять вопросы именно актуальности именно сегодня производства травматизма, чтобы наши работодатели уделили особое внимание этому вопросу именно по соблюдению правил техники безопасности, поскольку сама организация работы правил техники безопасности четко, прямо влияет на именно производственный травматизм среди работников. Нарушения почти на полтора миллиарда тенге, выявленные по итогам госаудита туристической деятельности. Такие данные представили в счетном комитете. Проверкой эффективности использования бюджетных средств охватили сразу два ведомства. Комитет индустрии и туризма, Министерство культуры и спорта и нацкомпанию «Казахтуризм». Деньги, выделяемые на формирование национального туристического продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынках, используются недостаточно эффективно, заявили на заседании. Почти вся сумма нарушений связана с порядком введения бухгалтерского учета. Во время проверки средства возмещены в полном объеме, но тем не менее по 16 фактам нарушений законодательства данные направлены для принятия процессуальных решений. В целях устранения нарушений, выявленных в ходе аудита, проведена работа по исключению дублирующих функций, исполненных ранней функцией, дополняется функциями по основной деятельности комитета. Также в ходе проведенного аудита комитетом индустрии и туризма восстановлено доход государства 50 миллионов тенге. Это нарушения имеют разные причины. Приняты на баланс активы на общую сумму порядка полутора миллиардов тенге. Это разработанные мастер-планы нашим консультантам международным. Октюбинские студенты указали на многочисленные факты коррупции в вузах и колледжах. Анонимное анкетирование проходило в течение месяца и охватило больше полутора тысяч человек. Результаты шокировали авторов идеи. Инициировали опрос сотрудники Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Студенты четырех высших учебных заведений и одиннадцати средних специальных признались в том, что преподаватели регулярно требуют вознаграждения за хорошие оценки на экзаменах. Запрашиваемые суммы разные – от одной до восьмидесяти тысяч тенге. Принимаются и подарки. Кроме того, некоторым студентам предлагали помочь в получении гранта на обучение. Либо, напротив, создавались препятствия, к примеру, при получении комнат в общежитиях. Кого-то из студентов педагоги принуждали приобретать авторские книги. В настоящее время все материалы, собранные специальной мобильной группой при ведомстве, переданы в правоохранительные органы. Студенты назвали имена педагогов. Конкретно указали при этом, кто, за что и сколько просит. Кто ограничивается тортами и подарками, а кто требует деньги. Вся эта информация у нас есть. Она передана в правоохранительные органы и руководству этих учебных заведений. Но надо докопаться до истины, удостовериться в правдивости слов опрошенных, провести дополнительное расследование. В случае подтверждения фактов каждый понесет соответствующее наказание согласно 247-й статье Уголовного кодекса. К другим темам. В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области подтоплено 13 дворов. Сейчас спасатели производят откачку грунтовых вод с придворовых территорий, расположенных вблизи Куликовского озера. Напомню, ранее здесь были возведены дамбы. Однако удержать скопление талых и грунтовых вод земельной насыпью не удалось. В настоящее время с помощью мотопомп откачано около 30 тысяч кубических метров воды. Работы продолжаются. Насосами работает 8 мотопомп. Откачано порядка 30 тысяч кубических метров воды. Дополнительно проводятся работы по отводу грунтовых вод. Канал копается в сторону, в северную сторону от населенного пункта. Переселены. Вот два дома, подтопило которых. Один дом в прошлом году еще был подтоплен. В нем люди не живут на сегодняшний день. А с соседнего дома людей трое человек переселили. Больше подтоплений на сегодняшний день нет. В Каркаролинском районе Карагандинской области из 805 многодетных семей на пособие нового образца претендуют 243. Сейчас каждый дом объезжают специалисты мобильных групп центров занятости. Они на месте узнают о проблемах семей и помогают в их решении. Оформляют документы на пособие и предлагают другие формы социальной поддержки. Решают вопросы с трудоустройством. Около 20 женщин пройдут курсы переобучения и получат новую профессию. Благодаря вот этой мобильной группе у нас выявились женщины, которые готовы и желают получить кредит для открытия собственного дела. Есть женщины, порядка 10 женщин, которые планируют получить гранты. У нас в этом году предусмотрены гранты для многодетных матерей в размере 200 месячных в расчетах показателей. С 1 апреля проезд в общественном транспорте Талдокургана для многодетных матерей станет бесплатным. Проездные билеты выдают в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Льготы предусмотрены и для детей из больших семей. Организация летнего отдыха, обеспечение школьной формой и бесплатным питанием в школах и в детских садах. Напомним, в Алматинской области на реализацию социальной карты поддержки многодетных и малообеспеченных семей выделено больше 3 миллиардов тенге. Один из пунктов этой программы – организация проезда в автобусах. На эти цели предусмотрено 200 миллионов тенге. Всего в регионе насчитывается около 40 тысяч семей, в которых воспитываются четверо и более детей. С 1 июня уже начнется каникулы детей. Все они будут распределены по детским ограничениям в Алматинской области. По детскому питанию, форме и других необходимых вещей для школьников из числа многодетных семей, они начнут реализоваться уже в конце августа месяца при начале нового учебного года. Департамент полиции Туркестанской области переходит на современную модель работы. С 1 апреля у полицейских появятся планшеты, с помощью которых они будут оформлять административные протоколы в электронном формате. Нововведение должно упростить работу стражи порядка. Об этом руководство ведомства сообщило на отчетной встрече с населением. Кроме того, в Туркестане открылся первый полицейский фронт-офис. Он работает по принципу цонов. Здесь жители региона могут решить вопросы, связанные с миграционным и административными законодательствами, снятием авто с ареста и многое другое. Всего за месяц работы услугами фронт-офиса воспользовались 120 человек. Отметим, что в регионе наблюдается снижение уровня преступности. По итогам прошлого года количество особо тяжких преступлений сократилось на 13%. На столько же процентов стало меньше краж. Число фактов уреганства уменьшилось на 2%. Мы очень активны на сегодняшний день в социальных сетях, в интернет-пространстве. У нас есть свои официальные странички в социальной сети, как в Facebook, так в Instagram. Любой гражданин может нам болевший вопрос написать на имя руководителя департамента полиции и, естественно, получит вовремя профессионально качественный ответ на свои вопросы. Порядка тысячи предложений от столичных компаний получили сегодня безработные молодые люди в столице. В Евразийском национальном университете состоялась ярмарка вакансий, в которой участвовали более 150 работодателей. Молодежи предложена работа в банках, супермаркетах, строительных компаниях и других организациях. Учитывались вакансии и с неполным рабочим днем, чтобы студенты могли подрабатывать в свободное от учебы время. Как отмечают организаторы мероприятия, для молодежи это отличная возможность изучить свободные вакансии, напрямую пообщаться с работодателями, а также изучить рынок труда. Подобные ярмарки проводятся один раз в квартал. Геолокация именно в Евразийском университете, поэтому здесь большинство студентов и выпускников. А так мы везде по соцсетям делали объявление, что именно сегодня здесь будет ярмарка для безработной молодежи. Так как большое количество факультетов, и примерно ориентируясь на это, мы приглашали именно по специальностям выпускников и студентов этого вуза. И мы надеемся, что все пришедшие сегодня студенты, выпускники безработные найдут свою работу. В Усть-Каменогорске на областной чемпионат собрались юные любители IT-сферы. Ребятам всего от 10 до 15 лет, но они уже создают своих роботов, пишут компьютерные программы и занимаются 3D-моделированием. Развитию их навыков способствовало открытие IT-классов в регионе. Прошлым летом на востоке страны такие появились сразу в 277 полнокомплектных школах. А в этом году продолжится оснащение объектов образования уже в небольших селах. Подробности у Анели Ясенбердиной. Моделирование трехмерных объектов, решение задач по программированию и спортивная робототехника. Школьники Восточного Казахстана выясняют, кто из них сильнее в каждой из этих сфер. Десятилетняя Милена Смирнова решила попробовать себя в линейных гонках. Чей робот пройдет нужное расстояние за самое короткое время, тот и победитель. Главное правильно запрограммировать своего подопечного, рассказывает девочка. Я пошла на робототехнику и мне там понравилось. И потом туда свою подругу тоже повела. Ей тоже понравилось. И теперь мы с ней вместе участвуем. Всего в состязаниях за звание лучших борются 246 ребят. Чемпионат такого уровня в области проводится впервые, отмечают организаторы. В целом по области, когда были отборочные туры, участвовало более 2000 детей. Я думаю, с каждым годом это будет увеличиваться. И самое главное, что радует, что детям это очень интересно и они к этому тянутся. И второй момент, это дает профориентацию. Все это стало возможным благодаря массовому внедрению информационных технологий в программу образования. Если в прошлом году в области открыли 277 IT-кабинетов, то скоро появится еще 378 уже в малокомплектных школах. Например, в селе Саратовка в Уланском районе. Здесь специальный класс открылся совсем недавно. Но учащиеся уже активно осваивают робототехнику и 3D-принтеры. Я выбрал себе профессию хирурга. Я хочу стать врачом. Но я очень люблю компьютеры. Антитехнологии это очень развивается. И также я знаю, что сейчас медицина тоже внедряется в антитехнологии. Поэтому знание этой отрасли, думаю, поможет мне в будущем, в моей будущей профессии. Так в регионе доступ к знаниям в IT-сфере получат еще 25 тысяч школьников. На оснащение небольших сельских школ специальным оборудованием и актив панелями из областного бюджета выделили 900 миллионов тенге. Анна Лисенбертина, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. В Польше живет настоящий фанат Казахстана. Студент Варшавского университета выучил казахский язык и даже поет песни на нашем языке. У Вячеслава Чернева много друзей из Казахстана. И чтобы говорить с ними на родном языке, он поставил цель выучить казахский. Кстати, это не единственный язык, который знает наш герой. С полиглотом из Польши встретилась наш собственный корреспондент Шолпан Айманбаева. Он любит слушать казахские киы, знает наших жирау по именам, а еще ему нравится петь самому. Песня о маме – одна из многих композиций, которую Вячеслав Чернев, докторант Варшавского университета, знает наизусть и с удовольствием поет. Песня о маме – одна из многих композиций, которую Вячеслав, докторант Варшавского университета, знает наизусть и с удовольствием поет. 24-летний Вячеслав – незрячий с рождения. Несмотря на тяжелый недуг, он активно занимается научной деятельностью. Своё первое образование он получил в Оренбурге, потом учился в Уфе, а сейчас в Польше, готовится к защите докторской диссертации. А еще наш герой интересуется культурами разных стран мира и постигает их через языки. На первом месте у меня Абай. Если ты хочешь выучить казахский язык, нужно в первую очередь изучать Абая, его произведение. Также я интересуюсь творчеством Нуртуган Жирау. У него была тяжелая жизнь, но он жил ради казахского народа, ради культуры и языка. И, конечно же, помимо Акынов я слушаю и современных певцов. К примеру, хорошо знаю Торигали. Интерес к языкам у Вячеслава появился в 11 лет. Сначала он освоил татарский, башкирский, турецкий, затем итальянский и немецкий. Сейчас он владеет 10 языками, включая казахский. Все его друзья знают, Вячеслав придерживается строгого правила, предпочитает разговаривать с товарищами исключительно на их родном языке. К примеру, с казахами только на казахском. Вячеслав считает, что таким образом он помогает популяризировать казахский язык в мире. С одной стороны, это можно назвать принципом, потому что, к примеру, русский язык, независимо от того, буду я говорить на нем или нет, он не исчезнет. А вот казахский язык нужно сохранить и популяризировать. Поэтому я сам его выучил и считаю, на казахском языке мы все должны чаще говорить. Вячеслав Чернев с интересом изучает историю Казахстана. В прошлом году он впервые посетил нашу родину. На научной конференции в Алматы, выступая с докладом на казахском языке, он произвел настоящий фурор. Говорит делегаты, хлопали стоя. Если вы не возражаете, я начну свой доклад на казахском языке. Я произнес эти слова на казахском. И все удивились. Потому что, учитывая то, что я приехал из Польши или учитывая то, что я уроженец Оренбурга, все ожидали, что я произнесу речь на английском или русском. Но когда я заговорил на казахском, все были в восторге. Вот так все мое выступление полностью было на казахском. В Казахстане мне очень понравилось. Это страна великой степи, где принимают с особым гостеприимством. Понравились люди и то, как они стремятся сохранить родной язык и культуру. В этом году Вячеслав планирует принять участие в другой конференции – тюркологов в Нурсултане. А также мечтает посетить древние города Казахстана и священные места. Конечно, я хочу снова поехать в Казахстан, изучить историю. Хочу побывать в таких старейших городах, как Тарас, Туркестан, Шымкент. После того, как я изучил башкирскую культуру и язык, я открыл для себя казахскую культуру и стал ее изучать. Мне интересна связь тюркоязычных народов и то, насколько похожи ваши традиции. Вячеслав Чернев рассказывает, что все больше иностранцев как в Польше, так и в других странах Европы интересуются Казахстаном. Многие действительно хотят изучать нашу историю. Поэтому Вячеслав считает, что в Варшаве нужно открыть казахский центр, где все желающие могли бы изучать нашу культуру, традиции, язык. А обучать иностранцев казахскому Вячеслав с удовольствием готов и сам. Шолпан Иманбаева, Милослав Луиновский, Польша, Хабар-24. На этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok